Привет дорогие зрители, это новый выпуск по Клэша Яль, я продолжаю свою рубрику бустов и сегодня у меня буст до 10 арены, решил его сделать на видео, потому что многие зрители спрашивают, чтобы я подсказал колоду для 10 арены, но все равно чаще задаваемые вопросы это колода для 11 арены. Если хотите видос, как добраться до 11 арены, давайте на этом ролике соберем 5000 лайков, вы подпишитесь на канал, ну и как только 5 колайков собирается, я сразу же пилю колоду, как добраться до 11 арены. И если вы тоже хотите заказать буст, если у вас не помогают мои видео, да, вам точнее не помогают мои видео, колоды, то вы можете обращаться в мой сервис бустов, сделаем быстро, качественно, ссылку на цены я оставлю в описании. В общем колода, я долго мудрил колода и думал что-то с хогом придумать, что-то с гигантом, но как назло, вечно на этих аккаунтах не прокачаны эти карты. Хотя с 6 хогом в теории можно дойти до 10 арены, но это сложно, реально проще взять голема 4, нежели мучать себя и играть с 6 хогом. С 7 еще бы ладно, но с 6 будет реально тяжело. Больше здесь я не видел карт, с которыми можно сделать деку, можно конечно и с кладбищем что-то придумать, но с кладбищем я уже деку показывал. Поэтому сегодня дека выглядит следующим образом, дека с големом, на счет, если вопрос возникнет, насколько она сбалансирована, ребята, тут 50 на 50, далеко с этой декой конечно же не зайдешь, я взял по мере прокачки карт, но этой же декой на 10 арене можно просто рвать всех. У меня есть сингл юниты, сплэш юниты, воздух, которые контрят, землю, которые контрят, хороший танк и 2 спела. Дека в принципе нормальная. Поехали в бой, сделаем буст, надеюсь, что без поражений. Редко я играю на таких кубках, иногда реально хочется немножко поиграть на низких аренах. Итак, 10 уровень нам подбирается, кстати, мой аккаунт, на котором я делаю буст, тоже 10 уровня. Это я считаю, что, ну, не прям перекачанный, но высокий уровень для таких кубков. Давайте сделаем сплит лучниц, хотя на самом деле у меня колода с големом, и если противник не хочет делать первый ход, то нам желательно тоже не спешить, и лучше нам даже в плюс, что мы будем ждать. Чем быстрее у нас будет время двойного эликсира, тем для нас же лучше. Давайте принца на колдуна. Эх, блин, принц не сразу на него сагрился. Здесь мы этих, не летучих мышей, а трех миньонов. Я вот не знаю, что он сейчас выбросит, поэтому яд накрывать, не накрывать. Лучше приготовлю зап, приготовлю зап, вот так, отлично. И это минус вышка. Замечательно. Я, кстати, не ожидал. Кстати, там какой-то юнит, я не вижу какой. А, Валькирия. Ну, ничего страшного, ставим сборщики эликсира. Вот и так получается, что на контратаке, видим, да, я снес вышку. Ну, я, в принципе, не ожидал такого итога, но... Здесь просто большинство, я помню, записывал видео, самые непопулярные карты. Вот, и туда, в самые непопулярные я запихнул армию скелетов. Большинство со мной не согласилось, сказали, что армию скелетов часто используют. И вот, да, я сейчас вижу, что вот была армия скелетов, но... Ее используют, когда нету банды гоблинов. Очень, очень хороший аналог банда гоблинов. Такая же стоимость, только есть большой жирный плюс. Она не убивается запом, банда гоблинов. Ну, гоблины остаются в живых, если, конечно, прокачка соответствует запу противнику, да. Вот. То гоблины остаются в живых. Армия скелета, вот видим, да, я на изи законтрил запом. Поэтому я считаю, что это непопулярная карта, и она уже не такая актуальная, как раньше. Да, конечно, в низких аренах ее используют часто. Но... Я бы с ней не играл, если бы была банда гоблинов. Так, ну вот и победа на трешечку. Давайте здесь ядом накинем еще. О, он зафризил. Ничего себе. И зап. Так, неужели я не добью? Добил. Отлично. Трешечка. Первая атака трешечка. Было изи. У противника восьмые арарки, кстати. Давайте посмотрим на прокачку противника, то я не сильно обращал внимание. Ну, не сильно прокачан. Седьмые и восьмые арарки. Нормальная прокачка. Поехали. Еще два поединка нам нужно выиграть. Вау. А как так? Мне подобрался противник уже с десятой арены. Давайте поставим сборщики эликсира. На нас идет рыцарь. Так, ну если будет сплэш какой-то. Да, вот он сплэш. Нам нужно лучницы и нужен зап. Ой, отлично. Сейчас будет зап. Оп. И законтрили. Так. Ну, давайте, наверное, продолжим атаку с принцем. Ведьма. Я, конечно, не знаю, что там будет еще к ведьме. Но я предлагаю принца вслить на атаку слева. Отлично. Он его не останавливает. Ага. Голем. Ну, давайте здесь миньончиков. Да, опасно, опасно. Здесь маленького дракончика. Здесь лучниц. Какой-то странный противник пропустил. Ну, наверное, ему нечем было дефать. Вот. Так. Ну, мне нечем тоже продолжать атаку. Я, наверное, поставлю еще один сборщик. Ставим его вот сюда. И я, наверное, ребят, сейчас пойду на трешечку. Пойду на трешечку. Потому что, смотрите, 2000 здоровья осталось на главном здании. А я думаю, что я смогу легко забрать трешечку. Итак. Ставим голема за вышкой. И готовим сейчас нашу пуш-комбинацию. Противник тратит фаербол на сборщик, который как бы и так уже сейчас бы исчез. Вот. А на фуловый он забивает. Достаточно странная логика. Но это 10-ая арена. Тут. Тут, в принципе, нечему удивляться. Но я так понимаю, он дефаться не будет. Он сейчас будет пушить мою правую сторону. Ну, я так предполагаю. Да. Поэтому, чё нам дефаться там? Давайте сразу на трешку его забирать. Я думаю, что он не остановит сейчас мою уже атаку. Я сейчас еще ядом это все дело накрою. Вот таким вот образом. И даже мы не дождались двойного эликсира. И снесли противника на трешечку. Ну, что я могу сказать? Пока все изи. Плюс 29 кубков. Я так понимаю, мне одна игра осталась. И там 8 каких-то кубчей осталось. Кстати, что по рекорду. Да. Этот аккаунт еще не был на 10-ой арене. Поэтому сейчас вместе с вами на видео. Мы побьем рекорд. Так. На этом аккаунте. Так. Девятый уровень нам подбирается. У нас вышки лучше. У нас вышки 10-го левела. Пока у нас ни сборщика, ни голема. В принципе, голема и не надо нам сейчас. Потому что до двойного эликсира нежелательно его использовать. Окей. Тогда ждем какой-то ход от противника. Так. Противник на нас идет с элитными варварами. Мы выбросили кривой запад. Нам мышь выжила. Поэтому. Там, в принципе, не от нее зависело. Вот этот весь дамаг. Там на основном элитки нанесли много урона. Блин. И вот даже сейчас следующая карта всего лишь. Только сейчас следующая карта сборщик. Блин. А мне вот сейчас слить нечего. Серьезно. Вот что мне слить? Наверное, дракончика солью. Да. Придется сливать дракончика. Потому что самый дешевый енит, который у меня есть. Но есть поезден еще. Но я не вижу смысла поезден сливать. Так. Не буду рисковать ставить сборщик посередине. Мало ли у него там молния. Так. Я понял. Значит, элитные варвары. Но в этот раз я буду знать, что мне ожидать. Так. Рыцаря мы, надеюсь, забираем. Да. Отлично. Ставим голема. Сейчас элитки пойдут справа. Вот вангую вам. Если он, конечно, догадается до этого. Да. Все верно. Так. Ну, давайте попробуем законтрить. Ой. Зап. Опять кривой. Походу я сейчас вышку потеряю. Да. Теряю вышку. Или нет. Нет. Не теряю. Замечательно. Так. Это хорошо. Мне, конечно... Ну, как хорошо. Справа, конечно, я пропустил. Да. Но ничего страшного. Мы сейчас, ребят, слева снесем башню ему. Сто процентов. Так. Запнул он моих мышей. Но они не умирают. Поэтому мы забираем его. Нам главный принцип уничтожить. Отлично. Все. Теперь поставим сборщики эликсира. Ну, и теперь я думаю, знаете, что тоже идти на трешку. Забивать на эту правую башню. Главное тоже трешку не пропустить. Не отдать ему три короны. Вот. Это самое главное. Ну, все. Ставим голема. Сейчас будет двойной эликсир. Так. Двойной эликсир. И сейчас начинаем его просто пушить. Давить. Так. Здесь у нас лучницы. Здесь у нас принц. Пойдет. Так. Здесь мы используем зап. Потому что мой зап полностью убивает девятых гоблинов. Так. Здесь летучие. Ой. Три миньона. Дракончик. Так. Давайте накроем ядом. Вот так вот накрываем ядом. Еще подбрасываем лучниц. Да и все. В принципе, это невозможно остановить. Там только ракеты. Ну, парень же думает, что элитки тащат. Элитки не тащат. Элитки говно. Не, они, конечно, мощные. Да. Наносят много урона. Ну, я бы и с ними не играл. Ставь лайк, если согласен со мной. Элитки говно. Так. Плюс 30 кубков. Плюс 31. И мы находимся на 10 арене. Ну, что ж. Я могу поздравить моего заказчика. Буста ему сделал. Он на 10 арене. Как и хотел. Вау. Легендарный сундук. 500 гемов. Красотулечка. Что у него, кстати, по легам. У него много легендарок нету. Поэтому я бы на его месте задонатил и купил. Все, ребят. На этом буду завершать. Если вам понравилась рубрика бустов, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, какую бы вы хотели колоду видеть в следующем выпуске. Хотите ли вы выпуск, как добраться до 11 арены. Напишите, на каких кубках вы сейчас. Ну, естественно, по вашим комментариям я буду стараться записывать те видео, которые будут для вас более-менее полезными. Если вам нравится рубрика бустов, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Ну и желаю вам всего хорошего, ребят. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Всем, ребятки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok